Я начинаю свой влог. Захарчик, не трогай! Поставила вот эти от Дзева салфетки. Вот, смотрите, они такие, они плотные. Видите? Уже третий рисунок пошел, не тот, уже четвертый рисунок пошел новый. Четыре рисунка. Все, эта пицца уже была в начале. Они очень, ну, качество хорошее, они толстоватые. А, мама что-то рассказывает. Мама делает салатик. Папа у нас задерживается с работы. А почему? В салатике у нас морковка, петрушка, огурец, пекинская капуста, горошек, масло. Так, пока я ничего не это, не солила, специи не добавляла. Почему? Потому что, я же говорила, что я не нашла лимонный сок. Нашла только вот такую вот, подумала, почему бы нет. В общем, я не знаю. Давайте попробуем на пол ложки пока, потом перемешаем. Да? Девочки, смотрите, вот такая вот цвета, вот такая вот цвета приправа это. Здесь есть составе уксус. Так что так что. Так что там, что там, что там, что там. Сейчас мы Захара будем кормить. Собчек греть. Три раза его вылила. Я уже еще нарезала, нарезала пекинской капусты чуть-чуть. А то что-то она как-то уменьшается. А это мне. Смузи на воде. Смузи на воде. На воду. Яйца. Вот от этой фирмы. Я чай пью. Выпила цитрамон. Здесь, оказывается, две ложечки. Прилепленные вот. Детям на Пасху. Мне кажется, очень прикольно дарить. Голова очень сильно болит. Лицо болит. Здесь этот роман поможет. Простите, джопа большая уже вся. Очень много вещь уже. Завтра должны прийти к коляску смотреть. За дешево продаю. За 6 тысяч считаю, что это дешево. В колясках в отличном состоянии. Мне нужно очень быстро продать. Стоит занимает место. Все, покушали супчик. Сейчас чай буду пить. Захар тоже супер ел гороховый. Это мы ему зашли в детский мир, купили питание. Вот эти его выездные я беру. Такой взяла сок попробовать, какая-то снежная сказка. Он вроде как стал пить соки. Биолактов практически в нашем детском мире не было. Я взяла вот такие два. Такой, вот такой. Мы до Тему пьем. Будет ли он эти пить, я не знаю. Жизнерадостную пампушку висела. Это ко мне. Смузи я делала. Так он темнеет. Всегда не хотела, чтобы у моего мужа был ребенок. Это, наверное, эгоизм, я не знаю. Ну, до брака. Будь здоров, сынок. Такая погода пасмурная. Я шапку надела, боялась, что дождик будет. А нет. На самом деле все хорошо. Просто небо затянуто. Это уже нормальное небо. Разошлось. Так оно облачно было очень сильно. Я тебе водичку налила. В общем, Брюс испортил мне вот эту пальму. Я его пересадила. Землю добавила. И вот видите, она дала росточки. Надеюсь, что... Хорошим надо цветы эти, конечно, от кота убирать. Ну, на лето понятно, что я поставлю их на лоджию. Ну, а потом я не знаю. Потом-то опять холодно. Я прошу прощения, Лариса, чтобы не мог гнить эти деньги вначале. Что, открыть тебе? Открыла. Да. Засрется, нет. Кушай, кушай. Кушай. Сосать надо, сосать. Сосать. Он привык, что его кормят. Соса глинется. Зеленый чай. Компот тоже сварила, как обычно. Сварила, и мы гулять пошли. Молоко от сосну помыла. Я хочу его продать. От фирмы Мидейла. Ну, там его внутри надо еще спиртом протру. Что-то, видите, какой-то налет. Полный разлад. Да, я поедется, кто-то. Да, я ей сказал, что... Ну, я пришел забирать ее. Сколько приехал? Ну, что она не работает сегодня. И это, конечно, голода. И я не хотел... Уходить. Такие вещи тяжело продать, потому что очень много продается. Посмотрела. Я знал, что если я в этот раз пойду встречаться с Шарлой, я увижу того, с кем она. Я пошел. Увидели? Да, увидела. Хочу новый телефон, потому что в этом не могу... У меня всего приложения Юла, WhatsApp и Instagram. Я в Instagram не могу ни трансляции, ни что с рожами сделать. Почему я это не делаю? Потому что памяти нет, и Instagram не обновляется, и, соответственно, этих рожиц нету совсем там у них просто. Постоянно показывает, что памяти нет, памяти нет. Если бы не болело, было гораздо бы легче жить. Такой срач развел. Печенье валяется, штаны валяются. Я тут решила стирку. Ну, завтра родительский день. Ну, мы на Пасху с ума сходили, да? Значит, я сейчас буду тут фотографировать. Хочу продать молоко отцу. Блин, я не знаю, понадобится мне или нет, потому что я не пойму. Ну, сиськи не болят, но не так, чтобы они сильно уменьшились. И меня это не особо устраивает. 95 градусов включила. Потому что там есть тряпки, которыми я помыла дверь входную со стороны подъезда. Ну, в подъезде. Тут очень сильно это нагревается. Еще не нагрелась. Сейчас нагреется. Может быть, я рано это делаю. Это потому что мне делать. Мог отсоса не будет. Блин. Вот это я хочу подарить. У меня есть эко-лакрофитол. Такая вот. Сурогодность нормальная. Неоткрытые укроп пахучего плоды. Как вот так поставить. И смотрите, у меня еще от Миделлы лежит. От Миделла Пурилан. Для сосков ланолин. Вот. Ну, тоже практически новый. Сейчас я вам покажу. Вот. Это я хочу в подарок. Опять я его раздавила. Там бумажка. Потому что крем до 19-го года. А кабы-дабы-кабы не. Мне еще нельзя беременеть. В 19-м году мы уже было бы попробовать добеременеть. Чисто просто из-за кесаро сечения, да? Начать. Но по здоровью мне нельзя. Так что поэтому никак. Нет. Поэтому лучше я отдам человека, какого-то осчастливее. Посчастливее. Ты ничего не попутал? На столе сидишь. Ну, что такое, Брюс? Я тут чай пью вообще-то. Кошмар. Палецор паляется. Это вот Захар уже достал. Разглянем. Годен до 21-го года. Когда Захар потравился, нам его назначали. Вот так вот отсюда достал. Или еще не надо выкладывать. Может, я тороплюсь. Рук у меня на грудь неправильно. Не сильно опустошилась. Это же мусор тут, срач. Ну, вообще, фотка выкладывала. Вот чем я занималась. И завела стирку. Время 10 часов. А, да я уже не 10, наверное, потому что часы эти неправильно идут. Ужина на 11. Крестная нам передала. Захар, 5 книжки. Оп, книжки. Оп, оп. И печенье валяется. Тая хорошая фирма. Вот машинка от фирмы Обаль. Он с ней практически не играет. Ну, он вообще с машинками как бы не очень. Крестная Захара. Крестная Захара передала Ну, ношеный, бушеный. Захарки, чтобы он дома носил. Я этому очень рада. Потому что, например, на лето я все равно собиралась ему чисто идти. Футболки, например, покупать, которые он будет дома носить. Брюс, отойди, пожалуйста. Ну, тебе оно надо. Так, коврик в ванную. В общем, Захар, на это тебе туда. Дальше вещи. Брюс, отойди. Как снимать? Мать приходит. Сразу они припираются. Ну, ладно, тут трусики. Это харчик. Господи, пижамка. Вполне по длину кофты он может сейчас носить. Спать, например, рукава может быть длинноваты, но мы можем их заворачивать. Замечательно. Это еще с носителем буду кидать. Штаны великоваты. Знаете, почему я кашляю? Потому что у меня нос отек. Не дышит. Захар, что мы делаем? Так, вот такой костюм спортивный. Ну, сейчас ему он большой. Вот эти штаны я уберу. Трусики. Ну, видно, что эти такие новенькие. Футболочка. Все, она прогладила. Тоже видно с любовью, как говорится. Ну, вот уже можно будет этим летом одевать дома. Просто на улицу в таком не выйдешь, так как... Ну, как сказать... Ну, все-таки мальчик. У нас, конечно, есть девочка, Даша. Можно ей отдать. Ну, я с другой стороны еще раз же говорю. Собирали же. Блин, вот такую кофту Захарки я хочу. Ну, она этот. Захар... Девчачья. А я Захарке вот в самый раз сейчас на гулять ходить еще. Какой-то размер не написано тут. Не написано. 104. Встерлась уже. Дальше. Ну, это большая. Большая-большая. Главное убрать и не забыть. Ну, в этом, конечно, будет как в платье. Египетское. Мимо с Египта они покупали. Вот это вот уже убираю. Две еще трусы. Сейчас как раз это будет в трусах. Надеюсь, я это буду вытерпливать, потому что уже постоянно ссыться. Все будет в сане. И шортики. Тоже вот в отдел. Все. Вот это можно оставить. Хай дома ходит. Так, дальше. Далее носки. Вот это, конечно, здорово. Может, ее постирать или ее не стирать, просто убрать и раз садить на выход. Потому что такой рисунок мне нравится, когда рисунки как будто нарисованы, знаете, от руки. Я на вешенку повешу. Пару раз оденем, засрется, потом будем дома одевать. Но, видите, у людей даже ничего и не срется. Вчера новый костюм одели. Это точно ему оставим. Ритузы. Как будто чешки. Вчера Захарку новый костюм одели. Штаны, кофта. Ну, сейчас не запачкали, когда там кушали на гостях у бабушки. Чешки уберем под диван. Не знаю. Можно уже носить осины. Что ты там нашел? Замочек. Он это дело любит. Сейчас в рот все потянет. Еще одни лосинки девчачьи. Ну, если только подворачивать. Так-то они ему длинные. Постираю. Еще лосины. Хорошо, что она нам их отдает. Я же говорю. Даже где-то во дворе бегать. Вот еще одни лосины. Сынок, а будто у меня девочка. Прям так смотришь на девчачьи вещи. Да зачем ты это нам сюда суйся? Все. Это на стирку. Хоть это и постирано. Ай. Мы это сами постираем. От себя. Я думаю, что ну... Пакет. Что за пакет? Да. Пакет этот терлась. Да, киска? Да, сынок? Вот эти уберем. Она вырастет. Это повешу на вешалку. В смысле, ванну помыла. Вот. Полы. Пообедали. Я себе сделала тут смузин. Музин. Постоянно путаю. Господи, как она? Не знаю. Я думаю, что все шансы у нас. Скажу рад нею. Как она? Не манго. Манго. Как она называется? Забываю. В общем... Как мне посвятовали три ингредиента. Больше, говорит, не ложи. Это здесь у меня сейчас яблоко. Вот это манго или кто? И что еще? И банан. Я люблю, конечно, когда там есть апельсин. Но апельсин, он как апельсиновый сок. Знаете, конечно, это всегда хорошо. Мне кажется, это у меня густовато. Ну, конечно, смузи, это же не сок. Сделала МРТ в шее. Вот она. Снимок 500 рублей отдельно стоит. Диск есть. Видно, здесь диск нет. Ну, я не буду досковать, что здесь кухня. Здесь, вон, видите, тут он Захарка оставил. Вот так покажу. Видите, у меня искривление какое-то. В общем, в любом случае, к кому вы сейчас не пошли, мы вас поддержим. Ой. Проходите, к кому вы решили. Запачкала я. Компот сварила. Захарка его уже пил. 300 миллилитров отстошло. Здесь свои ягоды. Вчера от бабушки привезли. Так, а уж они не выбрали. Она решила добавить апельсиновый сок. Да, полно платить. А сколько тебе лет? Конечно. А что, что такие отношения с родителями? Как так получилось? Шесть лет назад отец вышел от нас. Как сразу побольше стеной. У меня не было права выбора. Мне его никогда не представляло. Я остался с матерью. Сестра и я остались с матерью. Ты бы ушел с папой? Да, если бы было от мужа, я бы ушел с оксаном. Ты бы ушел с ним. А что за отношения с мамой? Это такие ужасные, что ты даже после разгонки бы хотел с тобой. Вот нельзя, видите, чтобы она выше вот этой поднималась. Начинать здесь будет протекать, там дырка. У меня как-то руку кричала на меня все время. Система началась мне лучше. Что-то мне. Фаналии. Конечно, не очень. В стаканах очень красиво смотрится. Некоторые не любят смузи, не понимают. Ну, за счет того, что, наверное, густоватая консистенция. А ты когда мы с ней не живешь? Уже можно сказать год. Уже год. Вот. Мне почему-то от коктейлей поташливает. Натуральные соки раздражают желудок. Вот. А вот так вот. Ничего так вроде. У меня вот еще тут осталось. Сейчас я буду это выпивать. Потому что куда это еще лить? Продукты. Окрошку хочу сделать. Хлеб. Яйца на окрошку. Зелень. Петрушка. Укроп. Сахар. Ты проходишь? Бананы. Лимон. Яблоки. Помидоры черри. Огурцы. Колбаса. Традиционная, докторская. Это что? Это в рот. А сочинские. Это... Какая из них дешевле? Сыр. Эдам. Два майонеза. Захаркина. Тема. Биолакт. Кисломолочные. Я уже доставать не хочу. Калева не взял что ли? Не было. Окрошку. Телефон на зарядке стоит. Так, чтобы не было видно. Так, вот освещение нормально. Все. Вчера у нас угостили на кефире. Еле съела. Мы привыкли на майонезе. На майонезе я сделала. Сегодня. Угу. Нормально. Пойдет. На этом я завершаю влог. Всем пока-пока и приятного аппетита! Пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok